Здравствуйте, друзья! С вами я, Людмила Данила. И сегодня мы с вами поработаем со своим видеоблогом, с самим шаблоном видеоблога. Удалим вот эту вот черную пустоту, пустой черный слайдер, скажем так. Вместо этого поставим или видеоролик, или какую-то картинку. Это уже на ваш выбор. Вот, к примеру, у меня на этом видеоблоге уже удалена черная пустота, и я поставила видеоподставочку такую. Приступим. Заходим в Google, сервисы, и еще. Выбираем блогер. Находим свой блог, с которым мы будем работать. Заходим в дополнительно, выбираем шаблон. И видим, сейчас в блоге, вот у меня стоит, как раз этот черный слайдер. На всякий случай, сделайте резервное копирование и восстановление. Нажмите сюда, и вот тут пишут. Сохраните копию шаблона, прежде чем вносить в него изменения. Нажимаем загрузить шаблон полностью, и вот он у вас скачивается к вам на компьютер. Это для того, чтобы себя подстраховать, скажем так. Нечаянно удалить не то, что нам нужно. И всегда нужно с помощью этого шаблона вернуть свой прежний вид, скажем так, прежний вид вашего видеоблога. Итак, закрыть. Теперь заходим в «Изменить HTML». Нам нужно перейти там, где мы создавали с вами страницы. Вот. У меня стоит под номером 950. У вас примерно там же и будет. Ищите 950. И видим вот эту вот надпись. «Слайдер». «Слайдер ID». Вот эту вот всю часть. 950, 951, 952. Нам нужно удалить. Просто выделяем и нажимаем «Делеты». Дальше нажимаем «Просмотреть шаблон». Нам пишут «Ошибка». Вот этот «Дифф» нам нужно тоже удалить. Еще раз просмотреть шаблон. Несколько раз будет появляться этот «Дифф» нам нужно будет удалять. До «Биф». И вот мы видим, что у нас этот черный слайдер удалился. Все. Нажимаем «Сохранить шаблон». Теперь пойдем просмотрим блок. Вот видите, у меня удалился черный слайдер. Так. Теперь займемся непосредственно. Зайдем в дизайн. У вас у всех есть такая таблица, где стоят ваши видеоблоки, а также полезные ссылочки. Каждый из вас может редактировать, вставлять здесь свои полезные какие-то ссылки, делиться с друзьями. Итак, вот здесь вот есть такая ссылочка «Видеоподставочки». Заходите, нажимаете и попадаете на такой сайт, где здесь можно выбрать… Допустим, я возьму вот этот «Макбук с видео». Здесь берете HTML-код, нажимаем в дизайнере «Добавить гаджет», «Gadget HTML Java» и вставляем в содержание наш код. Вот здесь вместо слов вы можете написать свой текст. Вот видите, да, написано «Ваш текст». Какие-то слова. Я просто удалю пока. А вот здесь вы должны поставить свой видеоролик, хвостик, скажем так, от вашего видеоролика. Ну вот, допустим, я беру вот этот видеоролик и беру до знака «Равно». Копирую и вставляю вот сюда. И сохраняю. Теперь, вот он у меня стоит, этот гаджет. Я его просто зажимаю левой кнопочкой и перетяну над гаджетом сообщение. Здесь у меня стоит картинка. Я вам покажу, как тоже ее вставить можно. Нажимаю «Сохранить расположение» и просмотрю блок. Вот видите, встала у меня видеозаставочка с моим видео, но очень большого размера. Поэтому я нажимаю здесь на «Инструменты редактирования», «Изменить» и изменяю размер. Ширина слишком большая, 900, возьму 600. Сохранить. Ну вот, еще можно меньше сделать. Я брала 600, значит, нужно взять 590 или даже 580. Да, примерно ширину можно взять 580. Это вы уже, смотрите, сами подберете. Так, я пока закрою эту вкладочку. Покажу также, как можно добавить, например, просто свое видео. Да, вот, к примеру, эту и возьму. Нажимаем «Поделиться». Выбираем здесь HTML-код. Еще. Смотрим. Если у вас здесь стоят галочки, то уберите их. Тут же также можно изменить другой размер взять. Например, другой размер. И напишем. Так, у нас там примерно 580. Ширина была 580 на 326 будет. Вот, мы копируем этот код. Заходим в «Дизайн». Добавить гаджет. Выбираем опять «Аштмель Ява». Вставляем в содержание. И сохраняем. И также переносим над сообщением. Так, этот я гаджет удалю, чтобы он мне не мешал. Сохранить расположение. И просмотрим. Видите, да? Стоит просто видеоролик. Здесь может стоять любой видеоролик, который вы считаете нужным. Как приветствие. Или, допустим, можно взять как раздвижные шторки. Так, точно таким же способом. «Поделиться». «Аштмель». Нажимаете «Еще». «Предварительный просмотр». Убирайте галочки. Выбирайте размер. И копируйте код. И вставляйте, как я вам уже показала. Также можно вставить просто изображение. Какую-то картинку. Нажимаем «Добавить гаджет». Выбираем «Изображение». С жесткого диска загрузить. Вот у меня картинка загрузилась. Я поставлю галочку «Сжать до размеров экрана». И нажму «Сохранить». Да, мне пишут, это поле должно быть заполнено. Здесь вы можете написать, может быть, приветствие какое-то. Или еще что-то. Я поставлю просто точку. И «Сохранить». И теперь таким же способом просто перенесу гаджет над сообщением блога. Нажму «Сохранить расположение». И «Просмотреть блог». Ну вот, картинка у меня встала. Так, на этом все. Желаю всем творческих успехов. ПЕХАФ.